Learn and play! Заново на том же основании, на котором когда-то построил ее Ибрагим Мириму, и покрыть кровлей. Однако они боялись ломать ее. Тогда Аль-Валид Ибн Аль-Мугир рассказал, я начну ломать ее. Он взял мотыгу и занес ее со словами, О Аллах, мы не уклонились от пути твоего, и мы не желаем ничего, кроме блага. Он разрушил часть Каабы, а люди сказали, «Мы подождем эту ночь, и если с ним что-то случится, мы не будем ее разрушать». Утром Аль-Валид снова взялся за работу, и люди, увидев, что ничего страшного с ним не произошло, начали ломать вместе с ним, пока не дошли до прочно скрепленных зеленых камней. Они поделили работу, которую предстояло выполнить, между представителями разных племен, чтобы все они приняли участие в перестройке Каабы. Самые уважаемые куральшиты носили камни, внося свой вклад в строительство, и среди них был и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также его дядя Аль-Аббас. Когда дело дошло до водружения черного камня, люди начали спорить. Никто не желал уступать эту честь другим. Представители разных племен так долго спорили, что и вдва не дошло до драки. Положение спас Абу Умайя ибн Аль-Мудира. Он сказал, «О, Курайшиты, пусть вас рассудит первый, кто войдет в мечеть». Они согласились. Первым вошедшим оказался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Увидев его, они обрадовались и сказали, «Это достойный доверие. Мы заранее согласны с его решением». Когда они поведали ему о своем деле, он сказал, «Дайте мне одежду». Они подали ему одежду, и он взял черный камень и положил на нее, после чего сказал, «Пусть каждое племя возьмется за край одежды, а потом поднимайте ее все вместе». Они так и сделали, после чего Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, взял с нее черный камень и своими руками возложил его на место.